не ну хороший вопрос задают наш духовник недавно отошел ко господу 26 лет у него окормлялась на его место пришел молодой парень неопытный стало сложно исповедоваться как-то одна сложно теперь что делать не на вы знаете это наше личное восприятие конечно мы говорим всегда о том что важно идти не к священнику а к богу и вот наверное стоит больше вспоминать именно об этом что мы приходим к богу храм храм это дом божий и благодать везде одинаковые во всех храмах нету какого-то храма который святее чем другой и также у всех священников благодать тоже одинаковые которые даются при рукоположении при хератоне и поэтому действенность таинства она всегда одинаковая независимо от того сколько лет батюшки исповедовать вас и отпустить грехи абсолютно одинаково могут что молодой священник что пожилой и его опыт здесь не играет роли здесь важнее наши отношения потому что это наш такой стереотип что вот если батюшка с большой бородой седой такой благообразный старец то он наверное уже такой опытный может что-то нам сказать хотя бывает так что люди становятся священниками в позднем возрасте и такой священнослужитель который может быть выглядит как старец на самом деле служит всего лишь несколько лет я встречал такие случаи а молодой священник может быть получил хорошее образование окончил семинарию может быть и академию поэтому он имеет больше уже знаний о том как помочь людям вот поэтому здесь важно постараться отстраниться от вашего личного отношения понимать что любой батюшка это священнослужитель и не люди выбирают кому стать священником кому нет когда некоторые говорят там вот этот батюшка плохое там достоин быть священник но это чаще всего вопрос нравится не нравится вот он мне не нравится поэтому он не должен быть священником вот этот нравится этот хороший священник но ведь вопрос не в том нравится не А в том, может ли помочь этот священнослужитель или нет. Бывает так, что наше личное восприятие мешает нам получить пользу от таинства покаяния. Мы уходим неудовлетворенными. Но не потому, что батюшка плохой, а потому, что он нам кажется, что может быть борода у него короткая, может быть еще что-то там не так, может слишком молодой. Поэтому молитесь о том, чтобы полюбить этого батюшку. Вот так получается, что жизнь наша заканчивается, и на наше место приходят другие люди. Или в результате переводов. Это всегда болезненно для прихожан, когда они привыкли несколько десятков лет к одному священнику. И вот его переводят на новое место, и нужно снова привыкать. Понимаю, конечно, это тяжело, но я все-таки советую уходить от этого. Потому что это сказывается на нашей духовной жизни очень негативно. Когда мы пытаемся найти того, кто нам понравится. Мы при этом забываем о Боге. Вот что самое проблемное, что при этом мы с вами забываем о Христе. Мы начинаем искать тех, кто нам просто понравится. Вот это неправильно. Так что молитесь о умножении любви. Попробуйте пообщаться с этим батюшкой. Поговорите. Вы увидите, что это тоже человек. И он искренне служит. Могу еще сказать такой интересный момент, что очень часто любой священник с возрастом, у него немножко меняется отношение к служению. Появляется какая-то усталость, болезни, что-то еще. И бывает нету такого же, как в молодости, желания помогать каждому. И нету времени, чтобы это делать. А у молодых батюшек такого нету. У них нету еще такого количества духовных чад. У них есть желание помогать людям. И молодой священник чаще всего он буквально горит своим служением. Поэтому я всегда за то, чтобы люди обращались к молодым батюшкам. Потому что здесь важно не возраст священника, а его искреннее желание помочь. Если вы увидите, что этот молодой батюшек вам действительно хочет помочь, то я думаю, что польза от этого будет. Может быть не сразу, вам нужно будет привыкнуть к этому. Но попробуйте так помолиться. Я уверен, что все наладится.